приветствую всех на моем канале меня зовут люба сегодня мы вяжем круглую сумочку столбиками без накидов это ее боковинка вяжется она достаточно быстро как обычно не сложный узор я вязала из полиэфирного шнура цвет айвори не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться мой канал для вязания нам потребуется 2 матка полиэфирного шнура карамель у меня цвет айвори хочу сказать что камера не передает реальный цвет этого шнура он слегка розоватый красивый крючок 4 миллиметра сантиметровая лента и замочки либо замочек кнопочка либо можно вот такой замочек на кнопочки вот как лястиком и ручка для сумки ручка для сумки может быть абсолютно любая у меня кожаная на карабинчик ах все необходимое вы можете купить в интернет-магазине пряжа центр ссылку в описании к этому видео переходите смотрите там полностью можно купить все нет и также нам понадобится маркер один или два одна деталь у меня уже связано вот так она выглядит здесь уже провязаны боковинки и сейчас мы будем вязать точно такую же и так для начала вязания отматываем кончик примерно 80 сантиметров можно около метра и формируем кольцо амигуруми таким образом кладу рабочую нить вот она которая от кубка идет на пальцы сверху вниз и оборачиваю кончиком чтобы кончик вот он длинные оказался с правой стороны завожу под кончик вот он кончик крючок крючок 4 миллиметра завожу под кончик захватываю рабочую нить вязать мы будем столбиками без накида и провязываю в кольцо 6 столбиков без накида 1 провязала сейчас мы вяжем первый ряд и в кольцо провязываем еще пять столбиков без накида крючок в кольцо захватываем рабочую нить и второй столбик в кольцо 3 столбик провязываем 6 ряд 6 столбик последний в этом ряду сейчас затягиваем столбики в кольцо тянет за свободный кончик вот за этот длинный сейчас нам нужно сразу стянуть вот это отверстие потому что в дальнейшем будем вязать вот этим длинным кончиком отправляем все столбики и что мы делаем сейчас находим наш длинный хвостик от начала ряда вот он вот он его сейчас держу на пальцах и вот эту вот петлю от 6 ряда мы распустим не до конца у нас осталось основной столбик и его косичка вставляем крючок и косичку вот эту последнюю мы провяжем кончиком вытягиваем вот эту петлю кончик вставляем крючок в перу под первую косичку вот под эту первую косичку захватываем наш кончик и провязываем косичку то есть делаем завершение этого ряда протянули теперь вставляем крючок с изнаночной стороны вот за перемычку и в центр косички последний захватываем хвостик и вытягиваем его на изнаночную сторону все сейчас первый ряд у нас провязан считаем косички 1 2 3 4 5 6 все 6 косичек у нас готовы хвостик откладываем до конца второго ряда и вяжем снова основной нитью вот она основная нить кончик у нас правой стороны находим вот эту косичку которую мы только что сформировали вставляем крючок под обе половинки косички и захватываем рабочую нить сейчас мы провязываем 2 столбика без накида в каждую в каждый столбик предыдущего ряда 1 провязали то есть мы делаем сейчас удвоение вяжем по правилу идеального круга 2 столбика провязаны и каждый последующий столбик мы провязываем за косичку в каждой по 2 и сюда же 2 старайтесь из-за и таким образом чтобы нить ложилась ровно не перекрученной и под каждую косичку мы провязываем 2 столбика 1 и сюда же 2 то есть во втором ряду должно получиться 12 столбиков и 12 столбик провязываем таким образом вставляем крючок вот в этот столбик который у нас уже провязан вставляем захватываем нить вытягиваем петлю откладываем нашу рабочую нить берем хвостик и протягиваем хвостиком крышечку этого столбика то есть мы завершаем хвостиком наше вязание вытягиваем хвостик вытянули находим первую косичку 2 ряда от первого столбика которая выходит вот она вставляем крючок с изнаночной стороны захватываем наш хвостик протягиваем вставляем крючок в последнюю косичку находим перемычку косичку центр и захватываем кончик все второй ряд у нас завершён косичку немножко подтянем хвостик откладываем то есть хвостик нам пока опять до конца третьего ряда не нужен третий ряд мы будем вязать сейчас таким образом за задние перемычки находим косичку которая у нас образована хвостиком вот она находим за ней перемычку вот косичка вот она с изнаночной стороны перемычка и провязываем столбик в третьем ряду мы будем делать удвоение через один столбик то есть один провязываем обычный 2 удваиваем находим следующую перемычку вот она и провязываем 1 столбик и сюда же мы провязываем второй столбик старайтесь чтобы косички ложились ровно готова следующий столбик провязываем одиночный также за задние перемычки следующий провязываем двойной где даже вот таким образом и так до конца ряда сначала одиночный двойной за задние перемычки у нас уже начал вырисовываться узор 3 ряд заканчивается удвоением вставляем вот в этот уже провязанный столбик крючок вытягиваем петлю откладываем рабочую нить берем кончик вот он кончик и завершаем столбик именно кончиком вытягиваем его кончик и также делаем завершение ряда с из изнаночной стороны вставляю крючок под первую косичку захватываю кончик вытягиваем делается это быстро на камеру просто стараюсь показать вам помедленнее все завершение третьего ряда мы сделали в третьем ряду должно получится 18 столбиков без накида вяжем так вяжем сейчас четвертый ряд сейчас прибавление мы будем делать через каждые два одиночных столбика то есть вот мы находим удвоение предыдущего ряда 3 вот она вот она и у нас есть одиночный столбик вот этот одиночный столбик мы будем удваивать в четвертом ряду каждый одиночный столбик будем удваивать находим косичку которую нас только что образовалась при формировании кончиком вставляем крючок под косичку сверху которая находится захватываем рабочую нить провязываем столбик сюда же вставляем крючок и провязываем еще один столбик далее у нас идет удвоение в третьем ряду 12 в каждой из этого удвоенного столбика мы провязываем по одному столбику за косички то есть мы сейчас будем чередовать ряды один ряд за косички второй ряд за перемычки с изнаночной стороны снова у нас идет одиночный столбик мы его 2 его и следующий идет удвоенный столбик мы в каждой из удвоенных столбиков провязываем по одному столбику если получается опять же повторюсь некрасивые столбики то лучше их перевязать чтобы они красиво ложились в полотно все и таким образом вяжем до конца ряда далее у нас по узору идет удвоение и 2 одиночных удвоение 2 одиночных четвертый ряд я довязала в четвертом ряду должно получиться двадцать четыре столбика и начинаем вязать 5 5 ряд мы будем вязать за задние перемычки завершение ряда я сделала также хвостиком тем же самым способом и находим за косичка который мы только что сформировали находим перемычку косичку подтянем и провязываем столбик без накида в пятом ряду мы будем делать удвоение через каждые три одиночных столбика в в первый одиночный столбик предыдущего ряда вот у нас удвоение раз идет удвоение 2 между ними два одиночных столбиков каждый первый буду делать удвоение то есть итак первый столбик сделали находим следующую перемычку вяжем второй столбик и у нас идет удвоение 1 и сюда же и сюда же второй столбик провязали далее мы вяжем далее мы вяжем три столбика одиночные за задние перемычки 1 2 и 3 и в следующий столбик вот он 1 одиночный мы провязываем два столбика удвоение вяжем шестой ряд 6 ряд мы вяжем за косички находим первую косичку которую мы только что закрыли вставляем крючок и провязываем столбик готова прибавление мы будем делать сейчас каждый третий одиночный столбик вот находим одно прибавление вторую между ними 123 одиночный столбик и в каждый второй мы будем удваивать то есть удвоение будем провязывать в каждый второй столбик 6 ряд начинается как раз такого столбика вот он этот наш столбик сюда же значит мы провязываем еще один столбик и далее вяжем 4 одиночных столбиком в шестом ряду между удвоение у нас 4 одиночных столбика 1 2 3 4 как раз дошли вот он второй одиночный столбик сюда мы будем делать удвоение 1 и сюда же второе удвоение вернее второй столбик 2 2 2 2 столбик все провязали дальше мы снова вяжем 4 одиночных 1 2 3 4 удвоение и там до конца ряда в шестом ряду у нас должно получится 36 столбиков 6 ряд у меня заканчивается четырьмя одиночными столбиками делаю завершение ряда кончиком вяжем 7 ряд за перемычки вот за эти задние сейчас будем делать прибавление через каждые 5 одиночных столбиков то есть принцип прибавление я думаю уже понятен вот у нас прибавление предыдущего ряда вот это прибавление тоже предыдущего ряда между ними 4 одиночных столбика 1 2 3 4 сейчас мы будем прибавлять каждый второй можно каждый третий в каждой 3 одиночный столбик сделать прибавление на ваше усмотрение буду я буду делать прибавление в каждый второй одиночный столбик и так находим начало ряда первую перемычку и вяжем за задние перемычки в каждый второй одиночный столбик следующая тоже идет одиночная следующий идет у нас одиночная и дошли вот до 2 одиночного столбика сюда мы делаем удвоение 1 2 столбик далее 5 одиночных столбиков 1 2 3 4 5 ты и делаем удвоение вот он один одиночный столбик мы уже провязали вот этот 2 будем удваивать 1 и 2 ч даже снова провязывайте 5 одиночных столбиков прибавлений до конца рядом и так мы довязали седьмой ряд и сейчас так и будем продолжать вязать один ряд мы будем вязать за косички то есть следующий восьмой ряд мы будем вязать за косички 9 ряд мы будем вязать за задние перемычки то есть каждый четный ряд идет за косички вязания каждый нечетные за вот эти вот задние перемычки я не буду сейчас до конца нашей детали показывать все эти прибавления у меня очень много видео где принцип прибавлений показан вы можете посмотреть любой другой ролик там где идут прибавления именно столбиками без накида я вам здесь оставлю ссылку принцип можете посмотреть вот по этому видео все я довязала 14 рядов и сейчас будем вязать 15 ряд но без прибавлений полностью по кругу без единой прибавки находим с изнаночной стороны первую заднюю перемычку и за вот эти задние перемычки мы провязываем 15 ряд 15 ряд довязан последние столбики а также закрывала кончиком от середины вязания сейчас мы делаем петлю подъема готова и будем вывязывать донышко для сумочки боковинку то есть боковинка у нас будет состоять только из одного ряда он даже не буду нас до конца доходить вход в сумочку в эту сумочку я решила сделать 23 по своему желанию делайте любой вход вашу сумку вот у меня 23 сантиметра отметим это место маркером ну и соответственно на второй детали также такое же количество сантиметров отметили место до куда будем вязать донышко нашей сумки боковинку вернее нашей сумки и начинаем вязать за вот эти две косички то есть также по узору как мы и вязали основную нашу деталь вот этими кругами вяжем за две косички тоже без прибавлений довязала боковинку сумочки она вот видите уже так немножечко загнулась правда другую сторону сейчас мы ее разогнем в нужную нам сторону шнур этот хорошо держит форму если вы возьмете крючок например еще меньшего номера то есть мы вязали 4 миллиметра крючком можно взять крючок и три с половиной тогда сумочка будет более жестко будет иметь еще более жесткую форму и так две детали готовы сейчас это уже так вот немножко подправлю все и будем сейчас совмещать соединять наши детали вот таким образом такой вот у нас кругляш печенька получается от одной детали мы вот этот кончик отрезаем вытягиваем сантиметров на 10-15 от второй детали у нас остался еще достаточно большой моточек петельку вот эту мы не отрезаем соединяем детали так сейчас мы находим первый столбик в центр вставляем крючок захватываем вот эту петлю от клубка и сейчас рабочую нить нам нужно увести между этих деталей чтобы было удобнее чтобы нить у нас как бы изнутри шла тела нить выходит изнутри вот она между двумя деталями располагается сейчас находим вот эту петлю хорошо затянуть нужно затянули находим первую косичку дальние детали вот оно вставляем крючок также в центр захватываем рабочую нить и протягиваем между этими петельками и через петлю которая у нас уже на крючке теперь вставляем крючок сначала в ближнюю деталь то есть мы меняем как бы о порядок наших действий потом в дальнюю также в центр не нужно увести на изнаночную сторону захватываем нить и протягиваем провязывая косичку между деталями у нас будет идти косичка теперь снова вставляем крючок в центр косички крайней дальние детали потом ближней и провязываем косичку теперь снова в центр ближние детали центр косички дальние детали захватываем рабочую нить и провязываем все соединение детали я завершила сейчас нам нужно вот этот вот хвостик закрепить с изнаночной стороны и вот эти вот кончики от центра детали которые у нас шли которыми мы закрывали последний столбик каждого ряда его нам нужно тоже спрятать и отрезать лишнее и спрятать в вязании все я закрепляю сейчас шнур узелочка все сумочка наша готова в качестве замочка вы можете использовать например вот такой хлястик на кнопочки пришиваете его можно использовать просто внутренние кнопочку то есть вот здесь пришить кнопочку чтобы она была закрыта таким образом то есть как хотите можете вообще связать клапан для этой сумки и в качестве ручки я предлагаю вот такую кожаную на карабинчик а и так диаметр нашей сумочки получился примерно 25 сантиметров она достаточно вместительная не очень большая по размеру но место в ней очень очень много вторая наша деталь половинка не забывайте детали отпарить то есть можно положить махровое полотенце внутрь сумочки и через ткань прогладить наше изделие если это видео было для вас полезно не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал пока до новых видео